Люди рождаются и люди умирают, а в перерывах между этими двумя важными событиями у них есть возможность сыграть в шашки. Яннес Вандерваал, чемпион мира по соперничным шашкам 1982 года. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим интересный вариант из закрытой системы Гамбита Кукуева. Прежде чем, друзья, мы перейдем к рассмотрению этого варианта, мне хочется рассказать небольшой, но важный случай, который произошел вчера со мной. Вчера я играл на сайте Лидеров с шашки и увидел, что там проводится турнир. Причем в этом турнире играли только украинские шашисты. То есть было три группы, три команды. До 20 лет, до 40 лет и старше 40 лет. Я подошел к этому турниру и поинтересовался, можно ли мне сыграть. Никто не был против и, друзья, я в итоге сыграл за команду украинскую до 40 лет. И, друзья, я хочу сказать, что вот сейчас украинский и русский народ стравливают всячески, говорят, что война неизбежна. На самом деле я хочу вот этим небольшим моментом подчеркнуть, что война между нашими братскими народами возможно только на шашечной доске. А так мы, конечно, мы братья, кто бы что ни говорил. Если вы считаете так же, то поставьте, пожалуйста, большой палец вверх под этим видео. Если же вы считаете, что вы, допустим, украинец, считаете, что русские для вас враги. Или, наоборот, вы русский и считаете, что, допустим, украинцы для вас враги. Пожалуйста, поставьте дизлайк под этим видео. Отпишитесь от моего канала. И, пожалуйста, больше никогда не смотрите его. Давайте приступим к рассмотрению варианта. Гамбит Кукоева возникает после ходов СД4, ФЖ5 и белые ставят так называемый тычок Черные временно жертвуют шашку и нападают сразу же на две шашки В этой позиции лучше всего вернуть шашку именно вот таким образом Ну и в дальнейшем есть ход ХЖ3 и ФЕ3 Ну я обычно играю ФЕ3 И после хода БА5 и ЕФ4 до Е7 возникает закрытая система Гамбита Кукоева В этой позиции обычно играет ХЖ3, то есть обе стороны играют своими правыми флангами То есть в обычных системах мы играем своим сильным левым флангом, но в гамбитных позициях все наоборот Играем правым флангом АБ6, ЖФ2 И в этой позиции ЦБ4 играет ЖХ4 Здесь у черных есть несколько ходов То есть БА3 и очень сильное продолжение БЦ3 Так играл один из учеников гроссмейстера Юрия Королева Ну и здесь возможны очень интересные варианты То есть в этой позиции проигрывает вот такой напрашивающийся ход ЕД6 Черные играют БЦ3 Ну и в какую бы сторону белые не побили, черные остаются с лишней шашкой То есть если белые бьют в эту сторону То черные бьют 3 шашки и в итоге выигрывают шашку Отдали 2, забрали 3 Если белые бьют, ну допустим, в эту сторону Тогда черные могут подождать Ну и снова черные остаются с лишней шашкой Какой еще ход остался нерассмотренным? Последний ход То есть если белые бьют в эту сторону Прошу прощения Если белые бьют, допустим, в эту сторону Тогда черные бьют на А3 Ну и затем следующим ходом забирают шашку в Д6 Здесь она здоровая, лишняя единица И черные в дальнейшем побеждают Сильнейшим ходом в этой позиции мне представляется ход БА3 Ну и далее возможно БЦ7, АБ2, ЕФ6 Здесь у белых есть два варианта Либо можно защищать шашку Е5 Что называется по рабоче-крестьянски Ходом ДЦ3 Но мне кажется, ход ДЕ3 более точный То есть временно жертвуем шашку И играем ЦД2 Здесь для сохранения шашки у черных есть три хода Ну естественно ЦД6 нельзя из-за простого ДЦ3 То есть здесь можно пожертвовать шашку Сыграть либо ЖФ6, либо ФЕ7 Рассмотрим все ходы Если черные отжертвуют обратно эту лишнюю шашку Здесь затем лучше всего им сыграть ЦД6 Белые проводят вот такую комбинацию И черные должны проводить контр-комбинацию Иначе они проиграют То есть отдаем 3 Забираем 2 И партия заканчивается ничьей Также в этой позиции за черных возможен ход ЖФ6 Ну и здесь можно играть и БЦ3 А после ЕФ4 у черных есть единственное продолжение Но очень красивая комбинация здесь Она ничьейная правда Можете поставить видео на паузу И попытаться найти комбинацию за черных Все остальное здесь проигрывает Черные играют ФЖ5 Отдают одну шашку Затем ДЕ3 Еще три шашки И делают тихий ход ФЕ7 То есть возник так называемый роздых Или свободный темп Белые обязаны бить шашку И тогда черные прорываются в дамки И дамка уже завершает удар Вот таким образом И партия заканчивается ничьей Симпатичная комбинация После хода ЖФ6 В принципе можно играть и ФЕ5 Но здесь преимущество может перейти к черным После вот такого Разменного варианта Но здесь белые все-таки спасаются То есть это позиция ничейная Ну допустим АЖ7 ЕФ2 АЖФ6 ДЕ3 Ну и на СД6 Здесь играем Ну допустим СД4 То есть БЦ3 Побили Побили БА7 И партия заканчивается ничьей Эта позиция ничейная Ну все-таки более надежно За белых сыграть Вот таким образом То есть возвращаем Потерянную шашку С помощью размена Играем БЦ3 Ну и допустим СД6 СД4 ФЕ7 Разменялись СД4 СБ6 ДЕ3 Ну и после ДЦ5 Нападаем Черные размениваются Назад Ну и после Двойного размена Возникает Ничейная позиция Ну и последний Наиболее сильный Ход в этой позиции ФЕ7 Здесь белым Нельзя возвращать Шашку таким образом Они проиграют Надо меняться Именно Вот так Теперь Черным Лучше всего Сыграть ЕД6 Ну и в ответ На нападение Есть два варианта Если черные Играют СБ6 Тогда Прорываемся В дамки Черные проводят Вот такой удар Также прорываются В дамки Ну и после Размена Бьем Именно На поле А7 То есть Черные вынуждены Отходить Тогда играем Дамкой На поле Е3 И это Позиция Ничейная То есть Черные Не могут Провести Эти шашки В дамки Белые Просто играют На С1 Ну и в дальнейшем Партия Заканчивается Ничьей Если же В этой позиции Черные Сразу играют БЦ3 Вместо СБ6 Тогда Бьем Лучше всего Бить Именно На поле Так Б4 Именно В эту сторону После того Как черные Бьют Белые Также Бьют Дамки Но видите Здесь Дамка Черных Ограничена То есть Нет такого Хода Потому что Дамка Ловится Приходится Бить Две шашки Там Ничего Нет Хорошего За черных После ДЦ3 Просто Играем ФЕ3 То есть Фиксируем Вот эту Ограниченную Дамку Черных Тут тоже Ничего Хорошего За черных Нет То есть На СБ6 АЖ5 И на Б5 ЖФ6 Тут уже Черным Надо думать О том Чтобы Достичь Ничьей Сильнейшим Ходом Представляется Ход СБ6 Ну тогда Все сводится К уже Рассмотренной Позиции То есть Отдаем Одну шашку Бьем Именно На поле А7 То есть На поле А3 Бить плохо Черные Заведут Шашку На А5 И потом Проведут Эти все Шашки Тут будет Плохо А вот После Такого Продолжения То есть Снова Играем Дамкой На Е3 И партия Быстро Заканчивается Ничьей Теперь Рассмотрим Ход ДЦ3 То есть Мы Рассмотрели Ход ДЕ3 И ЦД2 То есть Такую Временную Жертву Но здесь Можно Играть И ДЦ3 Так Играть Хуже Но Все Таки Возможно Черные Бьют Вот Таким Образом И Играет ФЕ7 Надо Играть ЦД2 И черные Снова Нападают Надо Играть ДЦ3 И здесь Черные Уже Бьют Именно И затем Черные Проводят Комбинацию То есть Играем АЖ5 В эту сторону Обратите внимание Бить нельзя То есть Черные Попадают В дамки И Здесь Ничьей У белых Нет Черные Выигрывают Поэтому В этой Позиции Белым Приходится Бить На поле Ф6 И черные Проводят Вот такую Комбинацию И попадают В дамки Здесь Проигрывают Ход Дамкой На Д8 Так ставить Дамку Нельзя То есть Черные Здесь Легко Выигрывают Играем АЖ7 То есть Видите Нет ходов На Ж5 И АЖ4 Из-за Банального ЖФ6 Также Хода Е7 Нет После Хода Дамкой На С7 Играем ЖФ6 И Снова Друзья Видите Стоит Неотразимая Угроза То есть На любой Ход На Так Просто Играем На АЖ4 А на Такой Ход Так А если На Б8 Тогда Жертвуем Дамку Затем Две Шашки И Черные Прорываются В дамки И легко Выигрывают То есть Белым В этой позиции Остается Только Жертвовать Шашку Затем Черные Проводят Все Шашки В дамки Аккуратно И Легко Выигрывают Поэтому В этой Позиции Надо Точно За белых Ставить Дамку На поле Б8 Теперь Черные Играют Еф2 То есть Грозят Выиграть Шашку Б2 Надо Играть БЦ3 Единственный Ход И теперь Черные Играют Фе3 Ну и у белых Есть несколько Вариантов Для игры Либо Сразу же Играть СД4 Тогда Черные Играют Вот таким Образом И Здесь Создается Позиция С преимуществом У черных Либо Белые Играют Дамкой На Ж3 Но Тогда Черные Играют Дамкой На Поле А6 И грозят Выиграть Шашку С3 Поэтому Белым Приходится Нападать Черные Также Нападают Ну и после Разменов Возникает Вот такая Позиция С преимуществом У черных То есть Белым Лучше всего Обороняться Именно По верхнему Двойнику Теперь Черные Играют А6 И белые Просто Ходят Из угла В угол Пока То есть Друзья Остановить Черных По косяку Не получается Потому что Здесь Возможны Скрытые Петли То есть Черные Поставят Дамку На С7 И постоянно Будет Грозить Сыграть GF6 В итоге Во всех Вариантах Белые Вытесняются С косяка Лучше Сразу же Обороняться По двойнику То есть На такой ход Допустим Играем Сюда Теперь Играем В этой Позиции Черный Играет GF6 Ну и здесь Форсировано Создается Следующее Окончание Белые Продолжают Защищаться По двойнику Играем На А7 То есть Видите Срединные поля Нельзя Занимать Из-за АБ4 Поэтому Приходится Играть На Б8 Черный Играет HG5 Снова Нельзя Срединные поля Занимать Играем На H2 Черный Играет АБ8 Надо Отходить И черный Играет На Поле Е5 Создается Критическая Позиция То есть Я увидел Вообще Вот этот Способ Выигрыша На одном Из стримов На канале Все о шашках В этой Позиции Мастер Михаил Ольшанецкий Игравший Черными Очень красиво Выиграл Юного Шашиста Под Ником Спартаковец То есть В этой Позиции Белые Ошиблись Они Сыграли GH2 Этот Ход Проигрывает В этой Позиции Важно Запомнить Есть Вот такая Простая Защита То есть Нападаем Видите Отходить Нельзя Потому что Белые Займут Большую Дорогу Поэтому Черным Приходится Отходить Шашкой Теперь Играем На поле А7 У черных Единственный Ход HG3 Другого Нет И теперь Белые Нападают На шашку И дамку Надо Закрываться И белые Снова Играют БА7 Такой Вечный Шаг То есть Черные Должны Сохранить Большую Дорогу Поэтому Они Снова Играют На И5 Мы Снова Нападаем Черные Снова Закрываются Вот такая Ничья А Нападение С поля H2 Здесь Неожиданно И очень красиво Проигрывает Черные Закрываются Надо играть На поле G1 И черные Играют HG3 Шашка Проводится В дамке Далее Возможно Допустим БА7 GH2 Допустим Препятствуем Черные Играют Допустим На поле А1 Допустим Играем На А7 Черные Ставят Дамку Так На Б8 Черные Играют На С5 Здесь Надо играть На поле С7 Видите На такие поля Уже нельзя Останавливаться Потому что Дамка Белых Попадает В петлю На середине Поля То есть Играем На С7 Теперь Черные Играют Дамкой На Д4 И шашка А5 Проводится В дамке Например Ну если Черные Играют На Д8 Просто Играем ДЕ5 И видите У белых Нет ходов То есть На любой ход Сюда Или сюда Дамка Белых Попадает В петлю Поэтому Черными Приходится Играть На Б8 Теперь Черные Играют АБ4 И снова Друзья Видите Нет Вот Хода Дамкой На Ж3 Из-за Вот такого Маневра И черные Бьют Дамку И шашку Поэтому Белым Лучше всего Сыграть На поле С7 Так Теперь Черные Играют Дамкой На поле Ф2 То есть Друзья Видите Нет такого Нападения Из-за Такого Хода И Большую Дорогу Нельзя Занимать Из-за Того Что Дамка Белых Гибнет Поэтому Белым Лучше всего Сыграть На поле Д8 И теперь Черным Лучше всего Пойти В этой Позиции БЦ3 Все таки Можно уже Проводить Шашку В дамке Нападения По большой Дороге Нет Потому что Черные Закроются Ну и На такой Ход Просто Выжидаем Легко Выигрываем То есть В этой Позиции Также Снова Нет нападения Из-за Такого Хода Поэтому Черным Лучше всего Напасть На дамку Ф2 Вот таким Образом Надо Отходить Именно На поле Е3 И сейчас Вы увидите Всю соль Этой Позиции Белым Лучше всего Напасть И черным И черным Остается Только Закрываться Тогда Белые Снова Уходят На поле H4 Ну и Кажется Что Ничья Не за Горами То есть Не видно Как Черным Побеждать Но у Черных Есть Очень Хитрый Ход Дамкой На поле H6 То есть Видите Теперь Нападение С поле Е1 Невозможно Из-за того Что Дамка Попадает В петлю И гибнет Также Нет Такого Нападения Потому что Черные Просто Закрываются Ну и Снова Проводят Свою Шашку В дамке Поэтому Белым В этой Позиции Лучше Всего Пойти Ну скажем На поле Так Друзья В этой Позиции У белых Единственный Ход То есть На поле D8 Только Можно Играть На поле G3 Нельзя Играть Здесь Очень Красивая Комбинация За черных Есть Можете Поставить Видео На паузу И попытаться Найти ее Черные Красиво Пожертвуют Шашку И вот Такой Незаметный Удар Отдаем Еще Одну Дамку И легко Побеждаем Поэтому Белым Остается Играть Только На D8 Теперь Мы Дамкой Занимаем Большую Дорогу И Можем Провести Свою Шашку В дамке То есть Снова Нет Нападения С Поле А5 Потому Что Дамка Белых Попадает В петлю Соответственно Белым Лучше Всего Играть На Поле H4 Ну И Теперь Черные Проводят Свою Шашку В дамке Белые Пытаются Также Активизироваться Свою Шашку Сдвинуть То есть Как-то Попытаться Провести Вторую Шашку В дамке Либо Пожертвовать Эту Шашку И Занять Большую Дорогу Если Это Им Удастся То Они Достигнут Ничей Но У Черных Здесь Есть Очень Красивый Этюдный Выигрыш То есть Ставим Дамку На Поле Е1 Белым Кажется Что Они Выигрывают То Жертвуют Шашку Кажется Вы Ничья Не За Горами Черные Бьют Именно На Поле Б6 Здесь Белые Уже Торжествуют Думают Что Добились Ничей Но Черные Красиво И Эффектно Жертвуют Дамку И Зажимают Черных На Косяке Вот Такой Красивый Выигрыш Мне удалось Найти По Мотивам Партии Израильского Мастера Михаила Ольшанецкого Ну И Теперь Рассмотрим Главный Вариант Ради Которого Мы Здесь Собрались В Этой Позиции Если Черные Играют Не Б С5 А Б А3 Тогда Играем Б С3 Ну И На Ход Б С7 Точно Играем Де3 То есть Ход Фе3 Проигрывает Это Мы Уже Знаем Играем Именно Де3 И После Размена В Этой Позиции Можно Играть ЕД2 И АБ2 Затем Этот Вариант Уже Рассматривали Но Здесь Есть Очень Красивый Ход Фе5 То есть Вот Так Как раз Играла Одна Из Учениц Гроссмейстера Юрия Королева Наталья Лукс И В Этой Позиции У Черных Есть Несколько Вариантов То есть Если Черные Играют Еф6 То Мы Играем АБ2 Ну И После Размена Здесь Есть Ловушка Позиционная За Белых То есть На ход Фе7 Мы Играем Не Ед2 Как Было В Партии Развалинов Габриэлян То есть Черные Здесь Ловят Белых Вот На Такой Вариант После Нападения Ну Естественно Закрываться Это Плохо А После Размена Надо Бить Именно На Поле Ц5 Здесь Еще Есть Ничья Вот Такой Размен Уже Проигрывает После Боя На Ц5 Играем ДЕ7 И У Белых Остается Единственный Ход ЦД4 Мы Жартуем Шашку И Проводим Комбинацию Ну Здесь Есть Тяжелейшая Ничья Но Я За Белых Так Играть Не Рекомендую То есть Вот Эти Варианты Я Разбирал В Одном Из своих Видео Кто Не Знает Как Тут Играть Подсказку Оставлю В Верхнем Правом Углу То есть После Хода ФЕ7 Надо Играть Именно Не ЕД2 А БЦ3 Ну И Теперь В ответ На Нападение Просто Закрываемся Единственная Ничья Вернее Единственные Шансы На Ничью Есть После Хода ДЦ7 Белый Играет ЕВ4 Ну Здесь Надо Проводить Такой Удар То есть СД6 И Затем ФЖ5 А остальные Ходы Очень Быстро Проигрывают То есть На Ход СБ6 Играем ЕД2 И на Ход АБ4 Играем ДЕ3 У Черных Остается Единственный Ход БА5 И У нас Тоже Единственный Ход ФЖ3 Вот Такая Некрасивая Позиция У Белых Но Белые Здесь Побеждают То есть После Разменов Выясняется Что Черным Некуда Ход То есть На Ход Ж Играем БЦ3 А на АБ4 АЖ5 И легко Выигрываем То есть В этой Позиции У черных Единственный Ход АБ4 И теперь Играем ФЖ3 Ну Естественно ЕД2 Нельзя Играть Из-за Того Что Черные Проводят Комбинацию Отдаем ФЖ5 ЦД6 Ну И Красивый Удар Идет Так 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 И Так То есть Через Одно Поле Можно Дамки Прыгать Дважды Мы Не Маленькие Мы На Такую Комбинацию Не Попадемся Играем ФЖ3 Ну И на ЦБ6 Снова Вот Этот Вариант Возникает А Если Черные Проводят Вот Такой Удар То Здесь Все Таки Белые Очень Красиво Побеждают Ставим Дамку На Д8 Надо Играть ЦБ2 Нападаем Надо Ставить Дамку И Бьем На Поле Д2 Черные Играют На Поле Д4 Дамкой И В этой Позиции Важно Не играть Ж4 Потому Что Этот Ход Ведет Лишь К Ничей Черные Играют АЖ7 Но Здесь Не Проходит Вот Такая Жертва Побьют На АЖ1 И Затем Белые Попадут В Дамки Но Белые Черные Не Дураки Они Бьют На Поле Ф2 Ну И Партия Заканчивается Ничьей В этой Позиции Играем Точно Дамкой На Поле А5 Теперь Видите АЖ7 Нельзя Играть Потому Что Черные Займут Поле Д8 И Будут Грозить Поймать Дамку Если Дамка Черных Уйдет С Большой Дороги То Шашки Белых Постепенно Проходят Дамки И Они Выигрывают Но Если Жертвовать Эту Шашку Эта Позиция Также Проигранная То есть АЖ7 В этой Позиции Нельзя Играть Ну Допустим Играем На А1 Теперь Играем На Поле Б6 Ну Допустим Черные Обороняются По Большой Дороге Играем Затем На Ж1 Черные Большой Дороге Е Д2 Черные Играем На Ж1 И Здесь Белые Играем Дамкой На Поле Е3 Сейчас Уже Нельзя Занимать Поле Ж7 Потому Что Белые Выигрывают Соответственно Надо Играть АЖ7 Когда Белые Играем АЖ5 И Легко Выигрывают Но Если Бы В этой Позиции Допустим Черные Сыграли На Б2 То есть Теперь Белые Бы Сыграли На Е3 Тогда Черные Пошли На А1 И Здесь Белым Надо Выигрывать Темп Выиграть Темп Здесь Не Удаётся Но У Белых Вернее Здесь Есть Ход АЖ5 Ну И Как бы Черные Не Играли Они Здесь Проигрывают То В этой Позиции Играем Ж6 И Затем ФГ5 И Легко Выигрываем Интересные Варианты Ещё Возможны Вот В такой Позиции То Если Дамка Черных В этот Момент Стоит На Поле Ж7 Тогда Точно Играем Дамкой На Поле Е3 Надо Отходить На Поле А1 И И Играем АЖ5 Черные Играют Дамкой На Поле Ж7 И Здесь Белые Побеждают Очень Красиво Играем Дамкой На Поле Ж1 Точный Ход И У Черных Здесь Есть Несколько Вариантов Либо Они Играют На Поле Ф8 Тогда Мы Играем Ж6 Ну И После Нападения Жертвуем Шашку И Играем Ф7 То Видите Такого Нападения Нет Белые Поставят Дамку И Затем Выигрывают Вот Таким Образом Соответственно Допустим На Такой Ход Ставим Дамку На Поле Д8 Ну И Постепенно Проводим Шашку Ф4 В Дамке И Легко В этой позиции Играем На Поле Ж1 Если На Ф8 Мы Уже Рассмотрели Вариант А Если На А1 Играют Черные Тогда Играем Точно Дамкой На Ц5 Не Давая Хода АБ2 Из ЦБ4 На Ж7 Теперь Играем Просто Допустим Играем На Поле Е3 Сперва Надо Играть АБ2 Затем На Ж1 Надо Играть На Поле А1 Ну И Ж2 И Черным Некуда Ходить То есть Приходится Жертвовать Шашку И Белые Легко Побеждают Если Черные Здесь Играем Дамкой На Ж7 Тогда Точно Играем Дамкой На Ф8 Вот Такая Идея И на Любой Ход Отдаем Одну Шашку Затем Вторую И Легко Выигрываем Но Соперница Наталья Лукс Здесь Сыграла ДЦ7 Видимо Почувствовала Подвох Наталья Здесь Сыграла Еф4 Ну и После Хода Ед6 Фе3 Здесь Черные Пошли ДЦ5 И Наталья Лукс Сделала Блестящий Ход HG5 Очень Сильный Ход То есть Он Препятствует Ходу Фе7 Можете Поставить Видео На паузу И попытаться Найти Здесь Комбинацию За Белых Белый Играет Ед6 Еф4 И ЦД2 Затем ЦБ4 И Проводят Свой Финальный Удар Шашка Превращается В дамку И Снимаем Богатый Урожай С Выигрышем Ну Соперница Здесь Увидела Комбинацию И Точно Разменялась Вот таким образом И Партия В дальнейшем Завершилась Ничей Ед2 Hg7 Ну Здесь Можно Разменяться И будет Ничья Либо Сыграть Фе5 Ну Также Черные Размениваются Белым Здесь Также Лучше Разменяться Черные Играют Бц7 Белые Сд4 Fg7 Ну И на Де5 Здесь Оппозиция В пользу Черных То есть Точно Играем Ж6 И на Еф6 Сд6 На Аб2 Аб4 Ну И белым Надо проводить Вот такой удар Ничейный И партия Заканчивается Ничьей Если же Белые Здесь Не играли Фе5 А допустим Разменивались Ну Играем Бц7 Ну И после Размена Играем Сд6 Ну Здесь Ничего Нет Допустим Аб2 Аб4 Ж6 Ж6 Пожертвовали Аж7 И партия Заканчивается Ничьей Друзья Основа Анализа Принадлежит Грассмейстеру Юрию Королеву Но я Дополнил Его анализ Вот как раз Своими Усилениями В двух Эншпилях Если вам Понравилось Данное Видео То пожалуйста Ставьте Большой Палец Вверх Подписывайтесь На канал Пишите Ваши Комментарии Задавайте Вопросы Если что Либо Неясно Отвечу На все Вопросы До свидания Увидимся На шашечных Баталях Продолжение следует